Всем привет, меня зовут Илья. Сегодня важный и интересный момент для моего канала. Я запускаю новую рубрику, которая будет называться бас-обзор. В ней я буду рассказывать о разных бас-гитарах, интересных и не очень интересных, которые мне будут попадать в руки. Обзор в первую очередь с точки зрения музыканта. Плюсы-минусы мои впечатления и в целом ощущения от инструмента. Я думаю, это поможет как-то разнообразить контент на моем канале. Интересность этого видео подогревается еще и тем, что я никогда ранее не играл на мультимензурных бас-гитарах, а сегодня у нас именно такая. Это мультимензурный корт A5+, 5-струнный. Я-то как простой деревенский парень всю жизнь играл на Fender, и для меня чуждо вот это все современные технологии, какие-то инженерные решения. Зачем, когда есть Fender, казалось бы. И это еще подогревает мой интерес и еще больше придает значимости этому видео. Значит, сегодня у нас вот такой вот корт выглядит серьезно, выглядит по-взрослому. Видно, что разработчики этого творения, они смотрят вперед в будущее, в настоящее будущее. Видно, что инструмент с заявочкой, заявочкой взрослой по внешнему виду, отсутствует верхний рок, вот такой слитая конструкция а-ля Les Paul. Сейчас очень модная тема. Выглядит красиво, выглядит красиво. Внешний вид пятерочка однозначно. Данную бас-гитару нельзя назвать дешевая, она стоит 80-82 тысячи рублей. В момент покупки три месяца назад владелец мне сказал, что их было всего 6 штук в России, их не очень много. Это редкий инструмент для нас. И существует такая же модель, только не мультимензурная, обычная, точно такая же, с таким же параметром. Она стоит в районе 40. А мультимензурка стоит уже 80. Чем вас интересен? Во-первых, это дешевая мультимензурка. Это, наверное, самый бюджетный мультимензур вообще на рынке. Дешевле нету. Всего 80 тысяч рублей. И то там можно по скидке подешевле урвать себе, я уверен в этом. И компания Корт тем самым упустила порог вкаждения в этот клуб, элитный клуб владельцев мультимензурок. И всего за такие деньги можно владеть таким инструментом. Почему мультимензур? Лучшие умы человечества инженеры просчитали, и они утверждают, что лучше строят, лучше звучат толстые струны на большой мензуре. Соответственно, чем больше струна, тем должна быть больше мензура. Здесь у нас первая струна 34 мензура, стандартная, а пятая струна уже 35 с половиной. То есть увеличивается с каждой струной мензур. Тем самым, опять же, с помощью математических формул косинуса и синуса идеально просчитанные пропорции инструмента. Проверим. Также интересно, что инструмент сделал в Индонезии. Начнем закладывать традиции этой рубрики. Начнем с деревяшки. Выполнено корпус у нас из болотного ясеня. Бас-гитара очень легкая. И это сразу большой плюс для меня лично. Обожаю легкие басы. Килограмма три она весит. Для пяти струн очень легкая. Это супер круто, супер удобно. Сразу пятерка. Значит, вес пятерка. Корпус болотный ясень. Топ-клен. Для более яркого звучания по традиции. Как это любил Лес Пол делать. Далее. Далее. Идем к грифу. Сам гриф сделан из клёна. По традиции. Клён это самое такое грифовое дерево. И накладка «Не хотел ругаться матом» панга-панга. Сейчас мы живем в такое интересное время, когда уже практически палисандр невозможно встретить. Экология и тому подобное. Добрая девочка Гретта топит за эту тему. Не дает капиталистам разгуляться и вырубить весь палисандр. Поэтому сейчас уже практически невозможно на новых инструментах увидеть палисандровую накладку. Издалека кажется как будто палисандр. Но на самом деле, если присмотреться, то рисунок явно не палисандровый. Это другое дерево. Панга-панга. Запомните. Далее плавно перенесемся в сторону электроники. Здесь стоят два активных звукоснимателя Бартолини МК-1. Хамбакеры. 1 и 2. Такие датчики любили раньше ставить и Банес. На свои престижи и всякие высокие серии типа SR900 и SR1000. Но сейчас они особо их не ставят. Вот корр до сих пор ставит. Далее у нас имеется отсечка. Актив-пассив. То есть мы можем при желании перевести бас-гитару в пассивный режим. Например, если у вас какой-то есть крутой преамп ламповый за 1000 долларов и вам не нужен здесь преамп. Вы просто поставили в режим пассив и играете через преамп. Вам не надо ничего делать. Поэтому это очень удобная тема. Без нее, конечно, все хуже. Без нее хуже реально функционал инструмента. Поэтому это тоже большой плюс, что есть отсечка. Актив-пассив. Далее трехполосный эквалайзер традиционный. У нас тут низкий, средний. Ну тут все вы знаете. Тут ничего сложного. Низкий, средний, высокий. Баланс датчиков и ручка громкости. Нету тона. Уже хорошо. Что касается фурнитуры. Здесь она довольно дорогая. Тут стоят колки хип-шот. Это не дешевая тема. Раздельный бридж для каждой струны держак. Так что в плане железа здесь все довольно-таки недешево. Также забыл сказать по поводу электроники. Если вы вытащите батарейку, то бас не будет работать даже в пассивном режиме. Начнем наш обзор с точки зрения музыканта. И первое, что мне бросилось в глаза, это минус этого инструмента. Лично для меня две крутилки, значит у нас баланс датчика и громкость расположены очень близко к датчику. Это для меня минус. Потому что я часто играю мьютом и меняю техники. И этот вариант будет мне мешать. В том плане, что если я играю мьютом... У меня постоянно будут руки заезжать на них и будут крутить. Случайно можно крутануть громкость, случайно можно крутануть баланс. Постоянно надо за этим следить, зачем это надо. То есть, если бы я был новичком, меня бы, так скажем, такой вариант бы не способствовал моему развитию в мьюти. Мне было бы неудобно. Я бы даже не гал, бы сказать. Я не мучился никогда. Но так как я это уже умею и я это понимаю спустя вот этот опыт. Поэтому лично я бы, скорее всего, только из-за этого бы не купил этот бас. Но это мое личное мнение. Есть известные бас-гитаристы, крутые. Их это не смущает. Меня это напрягает. Поэтому здесь я поставлю минус за вот это расположение. Второй лично для меня важный момент. Я смотрю на то, насколько бас отзывчивый к разной силе атаки. Как он реагирует на мои изменения в динамике. Можно поиграть, например, в средней позиции между двумя датчиками. Какой-то соло или, я не знаю, там, какой-то небольшой фрагмент. Видно, что он сразу реагирует. Например, на бюджетных басах нужно очень много усилий, чтобы он давал вот это мясо. Здесь я могу играть спокойно. А могу форсировать. Бас реагирует на это. Это хорошо. За это я ставлю плюс. Это круто. Потому что не все басы на это адекватно реагируют и дают нормальный тон. Здесь нормально в плане звука. Мне пока все нравится. Давайте пробежимся по тембру. Я сейчас поставил ручку, так скажем, переключалки актив-пассив режим-пассива. Как правило, тон инструмента понятен в ноль. Когда все, когда не включен эквалайзер. И дальше это уже идет как бы корректировка. Дальше идут нюансы. Но при нулевом положении обычно понятно, как звучит бас. Обычно понятно его характер, звучание. Нравится, не нравится. Можно определить. Без уже кручения и так далее. Давайте сейчас попробуем что-нибудь поиграть. И послушать, как он звучит. Чистые пальцы. Это у нас в ноль. Все в ноль стояло. Датчики оба играются. Играются оба датчика. Далее покрутим баланс датчиков. Вот баланс датчиков вещь важная. Не стоит и недооценивать. Начнем с бриджевого датчика. Послушаем, как он звучит. Ближевый датчик, он как бы подталкивает нас на что-то такое быстро. На какие-то фразы джазовые. На какую-то игру рядом с подставкой. Здесь это, собственно, традиционно чувствуется. Нековый датчик. Звук сразу становится больше традиционной нековой. Но, конечно, не так ярко выраженный датчик, как, например, синглы на джазбассе. Там чуть-чуть крутанул буквально на миллиметр. И уже там разница колоссальная. Здесь нужно крутить побольше, чтобы понимать. То есть такая разница немножко смазанная. Но это как бы вариант разной датчики. Все здесь по-разному. И у каждого нравится по-разному. В плане чувствительности реагирования, быстроты реагирования не самый лучший вариант. Но по звуку я бы поставил все-таки, наверное, 4.9 из 5 или 5. Потому что по звуку реально хороший инструмент. Яркий, с отдачей реагирует на динамику. Поэтому здесь по звуку пятерочка. Идем дальше. Давайте послушаем теперь с эквалайзером. Здесь есть важный момент. У этой бас-гитары довольно сильный уровень выходного сигнала. Она реально громкая. И если бездумно крутить эквалайзер на максимум, еще и при сильной атаке, то могут появляться перегрузы какие-то. Поэтому здесь нужно найти баланс вот этой вот вашей игры, вашего звукоизлечения и настроя гитары. Это не один день на это нужно. У меня лично человеку, привыкшему к фендеру, не сразу получилось. То есть я не понял, как найти баланс. Я сейчас вот буду крутить ручку громкости не на максимум. Потому что у меня будут появляться перегрузы. Хотя на звуковой карте у меня чуть-чуть, на миллиметр выше нуля я гейт поставил. То есть это, не знаю, там джазбас бы вообще не слышно было. Вообще абсолютно. Все равно здесь при работе с преампом, при сильных атаках, появляется очень сильный уровень сигнала. Появляется даже перегруз. Это не то, что плохо. Иногда перегруз это круто, но не всем это нравится. Поэтому здесь нужно привыкнуть именно к этому. Давайте попробуем послушать эквалайзер. Не форсируя спокойно, просто тон эквалайзера спокойненько. Крутанем немножечко ручку низа. Посмотрим, как будет с выкрученным низом. Крутанем серединку. Послушаем верха. Вернем серединку низы. Послушаем верха. Выкрутим, как это любит стандартная схема, чуть-чуть верха и чуть-чуть низа. Оставим серединку на нуле. Продолжение следует... Продолжение следует... В целом, если подводить итог, скажу, что... В целом мне понравился бас. Он легкий. Это плюс. Огромный плюс. То, что он легкий. Он красивый, стильно выглядит. Современно. Вот этот вот такой вот, как будто для взрослых, махорых, сидобородых, мужиков, джазистов и фьюжинистов. Очень круто выглядит. Если вы берете его в руку, сразу на вас смотрят, как на крутого виртуоза. То есть это плюс. Сразу плюс к престижу вашему такому, так скажем. Если это можно так назвать. То есть внешний вид, это, конечно, круто. Красивый цвет. В общем, все сделано круто. Из минусов, лично для меня могу отметить, это вот неудачное расположение ручек. Мьютон играть неудобно. И вообще, тут довольно-таки все... Ну, лично для меня неудобно. Поэтому из-за этого я бы подумал, покупать его или нет. В плане звука, мне понравился звук. Хороший, неплохой звук. Хорошо читается в миксе. Довольно мощный выхлоп. Я думаю, вполне себе такая юзабельная бас-гитара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!